Давайте такой вопрос. Для чего был разрушен второй храм? Почему? Ну так вот, мы сейчас все-таки введем передачу. И первый храм, и второй храм были разрушены для того, чтобы евреи разбрелись среди народов мира. Да. И через них в народы мира вот в таком вот виде, даже не в духовном, не в виде сил, нравственных учений, которые могли бы распространяться вне переселения народов. Да. И через них все народы мира получили бы определенные задатки связи с высшей силой природы и смогли бы затем в конце своего развития, где-то вот начиная с 20 века, начинать уже свой путь возвышения. То есть, если бы, как сказано, очень сказано так, попробую перевести, что вышли евреи в изгнание для того, чтобы собрать души народов мира, что-то вот такое. То есть, храмы, я начал с конца, храмы были построены для того, чтобы ощутили, да, евреи? Храмы построены были как аллегорическое такое проявление духовной высоты, которую тогда достигли. Первый храм – достижение уровня очень высокого высшего света, уровень хая, так называемый. И второй храм – это уровень нашама, два великих уровня постижения. А после этого должны были упасть, раствориться в народах мира, ну, якобы раствориться. Причем это не в народах мира то, что мы представляем, потому что, согласно духовным корням, существует всего 70 народов мира. Но вот должны были таким образом разойтись, и было указано, что к концу 20 века начнется уже общее исправление мира, начиная уже с вновь созданного Израиля и затем присоединение к нему всех остальных народов.